Конечно, Скайлер домогается Уольтера, чтобы тот выдал ей разрешение на развод. И нужно обсуждать условия. Уольтер, конечно, говорит, что что-то такое. Это я вот всю жизнь на вас горбатился, ты от меня сбежать от меня хочешь. Она говорит, а ты ж наверняка наркоторговец, говорит она ему. А Уольтер ей говорит, что у меня наркоторговец, я скорее этот наркотик варю. Ну, если уж ты тут хочешь всю правду сказать, я тебе все расскажу. Да, признаю, варил метамфетамин в промышленных масштабах. Нет, продавал не я. Ну, да, варил, только ради семьи. Все, что делал, все было ради семьи. Наивный Вальтер Уайт. Не надо. Любое объяснение, любая попытка объяснить, всегда выглядит как потуги оправдаться. Причем жалкие потуги. Нельзя никогда никому ничего объяснять. Либо ты выстраиваешь отношения так, чтобы тебе никаких вопросов не задавали, а он так не может. Он как этот, так называемый интеллигент, он не может людей вокруг себя подавлять. А их надо подавлять, особенно если ты такими делами занимаешься. Ну, возможно, он, конечно, к концу уже озвереет. Ну, он вот-вот, да, озвереет. Масса вещей, и вот эта вот интеллигентская фигня, куда я все, абсолютно все хочу объяснить словами. Вот у меня в башке там какие-то замечательные картины. Я сейчас тебе про них расскажу, и ты поймешь. Это в корне неправильно. Твои картины в башке к реалиям никакого отношения не имеют люди. Особенно вот эта падла. Они ведут себя как животные. И объяснять ей надо на понятном животному языке. То есть, вести себя соответствующим образом. Чтобы ей вообще в башку не приходило свою дурацкую пасть раскрывать. Но, к сожалению... Нет, ну это был бы другой фильм. Совсем. Ну, это всегда так. Потому, что нас воспитывают изначально не как зверей, а как людей. А потом вот это воспитание при жизни вот с такими настолько чудовищно мешает. А если ты это не понимаешь от рождения, у тебя нет этого на уровне инстинктов, то тебе, даже если ты хочешь это понять, десятилетия нужны для того, чтобы вот уразуметь. Мрази-то всякие, они от рождения в это дело врубаются. Печально. Вот это вот печально всё время. Я бы так не делал. Не, ну опять же, это было бы другое кино. Кино-то про Уолтера Уайта, а Уолтер Уайт – The End, у которого очень богатый внутренний мир. Это не хорошо, не плохо. Наверное, все-таки хорошо. У него очень... Если бы у него не был богатый внутренний мир, он бы не мог так здорово метамфетамин варить, потому что для этого образование нужно. А как только ты получишь высшее образование, да ещё и какую-нибудь там учёную степень, у тебя внутренний мир изрядно обогатится. Да. И как только он тебе изрядно обогатится, ты будешь над всем рефлексировать. В том числе и вот над этим. Потому, что он сам себя уговорил, что он, в общем, ничего плохого не делает. Ну, конечно, делает, но понятно, ради чего. Ну, так, на пол штычка. Да. И только ради благих идей. Точно. И, соответственно, все вокруг должны немедленно с этим согласиться и тоже начать делать какие-нибудь вещи ради плохих идей. Ну, опять-таки, мы всё время это... Многие забывают, но мы всё время говорим про кино. А в кино масса вещей происходит исключительно для того, чтобы кино было интересным. Конечно. Навертеть, навертеть. Да. И подобные вещи, они прекрасно чертят дугу характера. Дуга характера – это был, стал. И, собственно, сериал показывает процесс изменения. Как из приличного воспитанного человека получается жуткий уголовник. Хорошо. Хорошо, да. Тут же появляется Джейси Пинкмаун, который тоже рефлексирует. Торочка тоже внезапно образовался глубокий внутренний мир, и он говорит, что это я убил 163 человека, потому что я... Вот из-за меня умерла Джейн Маргулис и её папа из-за этого столкнул два самолёта. Это я во всём виноват. Я даже теперь не буду принимать наркотики. Сразу вспоминается... Здравствуйте, ваша тётя. И что? Ваши чувства? Как глубоко? Как океан. Ей даже брошу пить. Ещё вспоминается Южный парк, который большой и не обрезанный. Ну, я исправлюсь. И всем поздравлюсь. Тут натурально, как Калягин, что я даже брошу пить. Я даже брошу принимать наркотики. Вообще такая трагедия. Видимо, намёк на то, что если я не буду принимать наркотики, больше ни одного самолёта... Ну, по крайней мере, из-за меня не столкнётся. Очень смешно. Ну, конечно, тут же его... А многие удивляются. Почему Пинкман? Дурак, блин! Вот поэтому. Да. Ну, вот, конечно, мистер Уайт, как педагог, вот такими вот школьниками манипулировать, в принципе, умеет замечательно. Потому, что он немедленно прогоняет ему очередную благословную телегу насчёт того, что... Так это ж не ты виноват, эта система виновата. Там у них сбой в системе сближения двух объектов в воздухе, которые сделаны были в 1962 году и с тех пор не менялись никогда нигде вообще. Они все старые, до Луны уже успели слетать, а эта дрянь до сих пор работает, и поэтому это они должны были самолёт развести. В общем, технический и человеческий фактор – ты тут ни при чём. Это, конечно, господи, как хорошо, я ни при чём. Но, конечно, сразу не поверил, но как-то отлегло, потому что кто-то пожалел. Вот чего умеет мистер Хайзенберг – много лет педагог, большой педагогический стаж, умеет обращаться с малолетними дебилами. Тем более, что этого-то малолетнего дебила вообще с такого вот этого возраста знает. Ну, правда, конечно, Пинкман говорит, что нет то, что ты давай признай, что я плохой. Тоже очень тянет. Ты признай, что я плохой. Эта серия по самокопанию заруливает, наверное, два предыдущих сезона полностью, потому что самокопают на полный штык. Дальше будет серия, когда будут муху ловить целую серию. Я даже не знаю, как мы будем разбирать, потому что, видимо, это минуты 3 займёт, ну, может, 5, потому что там нечего разбирать, вот там тоже, потому что самокопание по полной, там вся серия сплошного психоанализа.